МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости и итоговая программа. В студии 7-го канала Вологды Александр Соколов. В студии 12-го канала Череповца Виктория Пименова. Здравствуйте! Мы готовы подвести итоги уходящей недели. Права на скутер и мопед, штрафы для водителей-мигрантов и обязательное обучение в автошколе вступили в силу изменения в закон о безопасности дорожного движения. Сколько детских садов нужно построить в Череповце, чтобы решить проблему нехватки мест? В день города открылся сад почти для 500 малышей. Что еще дарили в этом году Череповцу? Апгрейд в переводе – модернизация, улучшение. А что значит культурный апгрейд в Вологодской области? Никакой самоподготовки, права только российского образца, водительское удостоверение на право управления скутером. Начали действовать поправки в закон о безопасности дорожного движения. Они касаются как настоящих, так и будущих водителей. Две нормы заработали сразу же – отмена самоподготовки и обязательное наличие прав для управления мопедом или скутером. О том, чтобы ввести права на эти, кажущиеся безобидными средства передвижения, говорили давно. За руль двуколесного транспорта садились подростки, водители смело ныряли из ряда в ряд в транспортном потоке, и это приводило к серьезным авариям гибели людей. Поправки в закон дают возможность взять ситуацию под контроль. Елена Федотова пыталась разобраться, что же ждет новоиспеченных водителей, инспекторов ГИБДД и работников автошкол. Итак, водители поделили на 8 категорий и 6 подкатегорий. Закон вводит А1 – легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, Б1 – квадроциклы и трициклы. Введены эти новшества, чтобы упростить процесс подготовки водителей и сдачи экзаменов в ГИБДД. Помимо привычных появляется категория М – мопеды и скутеры. Теперь без прав садиться за руль такой техники нельзя. Нарушитель должен будет заплатить штраф в размере 800 рублей. Внесение этих изменений в ГИБДД ждали давно. Очень часто водители этих транспортных средств становились причиной аварии. При этом привлечь нарушителей к ответственности было сложно. Быстрые мопеды и скутеры фактически приравнивались к велосипедам. Теперь дело другое. Получить права на мопед можно с 16 лет. При этом любая открытая категория разрешает управлять этим двухколесным транспортным средством. Поправки на бумагу внесены. А что же теперь с практикой? Ситуацию комментировали вологодские специалисты. Методика сдачи экзаменов не подготовлена на данный момент. Поэтому сегодняшняя необходимость водительского удостоверения категории М и есть. Но так как методики сдачи экзаменов нет, то ответственность на данный момент пока еще не наступает. Потому что это зависит не от действия водителя. Должно быть постановление правительства. В дальнейшем будет административный регламент по приему коллекционных экзаменов и выдаче водительского удостоверения. После этого мы только начнем принимать. Согласно этого федерального закона. То есть часть статьи этого закона пока не действует. Все это отложилось до мая 2014 года. В автошколах разводят руками. Несмотря на вступление в силу закона, обучать на новую категорию М или подкатегории пока не могут. А учиться-то придется и непременно в школе. Новый закон запрещает любую самоподготовку. Теперь сдать экзамен в ГАИ можно только после курса обучения в автошколе соответствующей лицензии. Будущий водитель вправе выбрать на каком автомобиле сдавать практику. С механической коробкой или автомате. Второй вариант безусловно проще. Однако отметку А, Т в графе ограничения в правах не избежать. И в будущем ездить на автомобиле с механической коробкой нельзя. Больше всего сейчас разговоров и сомнений ходят вокруг того, как инспекторы ГИБДД будут принимать практическую часть экзамена у водителей на категорию М. Это легкие мотоциклы и скутеры. Предполагается, что инспектор ГИБДД будет съесть сзади на другом мопеде, или мотоцикле, или на другой машине в специальном шлеме и отдавать команды экзаменуемому водителю через специальное устройство, микрофон, через громкую связь. Однако, насколько это будет безопасно для дорожного движения, пока большой вопрос. Изменения и в самом приеме экзаменов. Итоговые испытания на площадке пройдут в зачет только в том случае, если при школе есть автоматизированный автодром. Таких школ по стране всего 30. В Вологде и Череповце они отсутствуют. Что же делать? Приглашать к себе госавтоинспекторов. Изменятся и упражнения на площадке. Но как, пока неизвестно. До появления административных регламентов и подзаконных актов принимать экзамены будут по-старому. Подождать придется и желающим сдать на категорию М и новые подкатегории. А вот иностранцам, которые работают в России, нужно наоборот поторопиться. Чтобы заниматься, к примеру, частным извозом, водитель должен получить российские права. Заработает мера в мае. Подпадали под действие данного закона, который должен был вступить 5 ноября, порядка 60 водителей, которые должны были получить соответствующие национальные удостоверения водительские. Но вот с учетом тех изменений, которые сейчас планируются и рассматриваются в Госдуме до 14 мая, продлить этот срок, соответственно, в любом случае с 2014 года в квоту заявилось 109 водителей-мигрантов. Чтобы сдать экзамен без проблем, предлагается подучить русский язык на специальных курсах. А вот за выход на линию без лицензии предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Поправки приняты. Главная задача – сделать движение на дорогах безопаснее. Как говорят специалисты, перестраивать придется многое. Когда заработает закон в полную силу, будет ли он эффективным, покажет время и статистика аварийности ГИБДД. Нынешний год стал рекордным по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом заявили сотрудники ГИБДД. За 10 месяцев уже произошло более сотни ДТП и есть погибшие. В областной столице пожилая волокжанка перебегала дорогу в неположенном месте. Плохое освещение, дождь, водитель просто не заметил, как пенсионерка оказалась под колесами. Ее с многочисленными травмами доставили в больницу. В Череповце водитель сбил ребенка на зебре и скрылся. ДТП произошло во вторник в половину восьмого утра. 13-летний мальчик направлялся в школу, когда на него налетел автомобиль. А в четверг в городе Металлургов серьезно пострадала пожилая череповчанка. На пешеходном переходе она попала сразу под два автомобиля. И с серьезными травмами пенсионерка была госпитализирована. Плохая видимость в утренние и вечерние часы. Невнимательность водителей, самих пешеходов. Переход дороги в неустановленном месте. Все это, по словам инспекторов, становится причинами дорожно-транспортных происшествий. Трагедия произошла в центре боевых искусств Череповца в секции Кудо. 15-летний подросток участвовал в спарринге по смешанным единоборствам. Юноша получил удар в солнечное сплетение, после чего ему стало плохо. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли спасти жизнь подростка. Он скончался в автомобиле неотложки. Что стало причиной трагедии, разбирался Павел Панов. Тренировка по Кудо шла в обычном режиме. За 45 минут ребята должны были отработать несложные упражнения. Тренер поставил спортсменов в пары в соответствии с весовой категорией. Неожиданно один из воспитанников почувствовал себя плохо после удара партнера в область живота. 15-летний парень потерял сознание. Через минуту медицинский работник ЦБИ уже начал оказывать первую помощь. Спустя еще несколько минут сюда прибыл реанимобиль скорой помощи. Около часа медики боролись за жизнь спортсмена, но спасти его так и не смогли. Он скончался на татаме в спортзале. Несчастные случаи бывают, но они из ряда вон, так сказать, редкие. Хотя не застрахован никто, конечно. Фактор случайности присутствует, естественно, в контактных видах единоборств. Кудо является одним из самых популярных современных жесткоконтактных видов восточных единоборств. Даже лозунг этого вида спорта, он такой бравый, там есть такой лозунг, реальнее только жизнь. Ну вот, жизнь нас, так сказать, окунула в реальность. Погибший спортсмен занимался кудо два года. Тренировался не в профессиональной спортивно-оздоровительной группе. Здесь преподают единоборство для любителей. Менее контактно, нежели в спортивной группе, где готовятся к серьезным соревнованиям. Раз в год такие спортсмены-любители предоставляют школам медицинские справки о допусках к занятиям. Погибший юноша тоже имел такой документ. То есть медицинских противопоказаний для занятий не было. В общем-то мы даже собираем согласие родителей на занятия этими видами спорта. Обязательно все дети страхуются. Даже перед занятиями, в общем-то, банальный вопрос, у кого что болит. То есть это постоянно как бы, ну, как место здравствуйте. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Через несколько дней медики смогут предоставить первые результаты. Жемчужинка в подарок. В Череповце отметили День города. Сам праздник начался с возложения цветов к памятнику основателям города Афанасию и Феодосию, памятнику городскому голове Ивану Милютину. А потом, что уже стало традицией, горожане начали принимать подарки. Среди них отремонтированная поликлиника, новый детский сад в Зашекснинском районе и первый на Вологодчине аквапарк. Одними из первых рассмотрели подарки и порадовались им наши журналисты. В День города почувствовали себя именинниками водители скорой. Они получили ключи от пяти новеньких автомобилей. Автопарк скорой давно нуждался в обновлении, и вот теперь власти занялись решением этой проблемы. Церемония вручения ключей от новенькой техники проходила возле здания филиала поликлиники номер один. Здесь тоже перемены. Недавно завершился ремонт. Пуск этой поликлиники, полностью оснащенной по последнему слову техники, выделено более 15,5 миллионов рублей на это здание. Оно приведено полностью в соответствии со всеми нормами. По решению губернатора дополнительно 9,5 миллионов рублей было выделено на современный рентгеновский комплекс. Спасибо за поликлинику, спасибо за машину. Только специалистов нам еще. Пошлите, пожалуйста. Здесь будет и невролог, и кардиолог. В этом плане мы будем стараться. Еще один подарок о Дню города – детский сад. Возведен, по словам специалистов, в рекордно короткие сроки в Зашекснинском районе. На церемонию открытия вручали непривычный в таких случаях ключ, а большую жемчужину. Жемчужинка – так назвали новый детский сад. Ходить сюда будут 485 малышей. Еще каких-то 7 лет назад здесь был пустырь. Вот этих домов не было, и вот они появились. Причем, как показывает практика, большинство семей, которые переезжают сюда, воспитывают маленьких детей. Поэтому детский сад здесь был просто необходим. В Зашекснинском районе путевок в детский сад ждут более тысячи юных череповчан. Новое учреждение сократит эту очередь почти наполовину. Мы, правительство Волгогольской области, дарим сертификат на покупку детского оборудования на сумму 1 миллион рублей. В детском саду экскурсию для гостей проводит заведующая. Посмотрите направо – зимний сад. Прямо – просторная группа на 25 малышей. На втором этаже – нарядный музыкальный зал, а это пищеблок. Есть в жемчужинке и свой бассейн. Пока раздевалку для мальчиков осматривают взрослые дяденьки. Здесь душевая кабинка в сине-желтом цвете, чтобы они не забыли, что это их душевые кабинки. Ножки спомыли в специальном растворе. Вот он бассейн, большая чаша. Принято решение строить еще два детских сада в Зашекснинском районе. Будут переоборудованы и здания в индустриальной части города. Реализация всех этих планов позволит в течение трех лет полностью снять проблему обеспечения местами в детских садах. Если вот этот напряженный план будет выполнен, то я думаю, что все члены команды здесь присутствуют. Это наша общая амбициозная задача. Еще один подарок Череповцу преподнесла Северсталь. Аквапарк в 4000 квадратных метров. Снаружи компактный, но весьма функциональный. Внутри он пока закрыт для посетителей. И тем не менее, на церемонию передачи объекта городу пришли сотни череповчан. Между конкурсами и песнями разыграли не один десяток подарочных сертификатов на посещение аквапарка. Я рядом живу, так что буду купаться, бегать сюда. Приятно создавать, что наш город развивается. Будет выходные дни куда сходить. Не надо уехать в другой город. Очень нужная вещь, где можно отдохнуть с друзьями. Хорошо провести время. Отдохнуть, поплавать, покупаться. В общем, здорово. 500 миллионов рублей инвестировала компания Северсталь в строительство аквапарка. В год комплекс может принять до 300 тысяч посетителей. Здесь есть семь частично объединенных бассейнов. Один бассейн находится на улице. Две горки, 54 и 75 метров. А еще сауны, баня, джакузи. Центром аквапарка является 25-метровый бассейн с пятью дорожками. Заниматься плаванием в нем могут и люди с ограниченными возможностями. Аквапарк строили по самым современным технологиям. Сегодня мы присутствуем при открытии уникального спортивного развлекательного комплекса. Комплекса, аналогов которого нет не только в Вологодской области, но и в близлежащих областях рядом с Вологодской областью. Аналогичные парки есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Для нас, для предприятия, очень важно, чтобы наши люди росли, развивались, жили в той среде, которая позволит развиваться им самим. И это позволит развиваться и организовать правильную жизнь и работу всем нам вместе. И Северсталь, и городу, поскольку мы, собственно, одно целое, неразвенно связанное между собой. Для горожан комплекс откроют в середине декабря. Билет на два часа будет стоить примерно 500 рублей. Ну а завершился день города праздничными гуляниями на советском бывшем Воскресенском проспекте. Дождливая погода не испугала ни горожан, ни музыканта с роялем. Были на гуляниях и кузнецы, которые демонстрировали свое мастерство, и торговые ряды, и угощения. Город, он всегда родной. Уезжаешь в другое чувство, что чего-то не хватает, какой бы город ни было, черпается он всегда роднее. Зелень сквера, губок зала, в тишине концертных залов, «Стук взволнованных сердец, я люблю череповец!» То, чему они учат детей, демонстрировали сами. Первый областной конкурс педагогов дополнительного образования прошел в Вологде. Причем речь идет не о педагогическом, а именно исполнительском мастерстве. Здесь действительно работают профессионалы, люди, которые преданы своему делу. И этот конкурс как раз таки направлен на стимулирование, на выявление звездочек со всего региона. Вологда и Сокол, Тотьма и Устюжна, Череповец и Кириллов со всей области собрались около 150 участников. Они соревновались в трех номинациях. Хореография, а также инструментальное и вокальное мастерство. Были и шуточные номера, и классика. А в зале любимым педагогам аплодировали дети. Они сегодня исключительно в группе поддержки. Каждую из номинаций оценивали профессионалы, известные музыканты и танцоры. А кроме того, свои баллы выставляла и специальное детское жюри. Они отдали участникам три приза зрительских симпатий. О заметных событиях Вологда и Череповца в рубрике «Параллельным курсом». Все ремонты городских улиц, которые запланированы на этот год, должны быть завершены до 15 ноября. Об этом заявил глава города Евгений Шулепов. На этой неделе он лично проконтролировал работы сразу на двух улицах Беляева и Можайского. По контракту на Можайского уже пора бы заканчивать благоустройство. Но, как это часто бывает, в самый разгар работ возникли форс-мажорные обстоятельства. Кабель РЖД, который питает всю станцию ЛОСТа, не смогли переподключить установленные сроки. В итоге подрядчики серьезно выбились из графика. Однако до 15 ноября все работы на полотне должны быть завершены и на этой улице, и на других магистралях, где сейчас идет ремонт, окончание которого запланировано именно на этот год. До 10 лет лишения свободы грозит Волокжанину за изображением в интернете. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который выкладывал в сеть порнографические материалы с участием детей. Запрещенные фото обнаружили полицейские. К работе подключились сотрудники отдела КА. В результате специалисты смогли установить личность нарушителя. Это Волокжанин 1970 года рождения. По версии следствия, он скачал порнографические материалы с участием несовершеннолетних в интернете, после чего разместил их на своей странице в социальной сети. Эти данные были доступны любому пользователю, причем не только для просмотра, но и для копирования. Память полицейских погибших при исполнении служебного долга почтили на этой неделе в Вологде. К стелле в Октябрьском сквере пришли десятки людей. Руководители управления МВД, представители правительства и городской администрации, друзья и родственники стражей порядка. Вы смертью попирали смерть и погибая утверждали жизнь. Эти слова высечены на памятнике сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. В этом списке сейчас 48 фамилий. Почтили минутой молчания память полицейских и на торжественном вечере в драмтеатре. Ну а после этого первые лица области поздравили стражей порядка с их профессиональным праздником, который, кстати, отмечается сегодня. И о спортивных событиях. На этой неделе команда Вологда Чаваката провела свой первый матч в рамках Кубка Фиба Европа. На домашней площадке наши баскетболистки принимали шведскую команду Норчопинг Долфинс. Вверх в этой встрече взяли хозяйки площадки. Итоговый счет 56-50 в пользу Чавакаты. Кстати, следующий матч со шведками состоится 28 ноября. Также в рамках отборочного этапа Еврокубка вологжанки сыграют с командами из Турции и Болгарии. Это были самые заметные события областной столицы. О том, что на этой неделе произошло в городе Металлургов, расскажет моя череповецкая коллега Вера Кучеренко. Спасибо, Александр. Дорожная тема в Череповце по-прежнему на одном из первых мест. И по-прежнему лидеры новостного хит-парада «Октябрьский мост». На минувшей неделе его перекрывали дважды. И вновь не обошлось без дорожных заторов. Ремонт деформационных швов продолжается. В среду дорожники завершили работы на объезде с улицы Столиваров. Бетон в конструкции шва набрал необходимую прочность. И специальные железные трапики здесь больше не нужны. Их демонтировали и уже в четверг перенесли на противоположную сторону моста. Тут гребенку только забрали на ремонт. Все эти работы на мосту традиционно привели к пробкам. Правда, череповчане к ним начинают привыкать. Проливные дожди ремонтникам на Октябрьском мосту не помешали. А вот пешеходам и автолюбителям такая унылая осенняя погода преподнесла множество неприятных сюрпризов. 21 ДТП за три часа. Такое аварийное утро было в Череповце в четверг. Автоинспекторов одновременно ждали практически во всех районах города. Шекснинский, Октябрьский, Строители, Ленинградская, Столиваров, Доменщиков, Парковая. Сотрудники ГИБДД физически не успевали оформлять все ДТП. В результате череповчанам вновь пришлось постоять в пробках. Так столкновение большегруза и Нивы на Октябрьском проспекте больше двух часов мешало движению. Все произошло около кольца. Нива, по всей видимости, притормозила перед пешеходником, а грузовик не успел. Не справились ситуации и многие другие череповецкие автолюбители. Погода очень сильно влияет. Тем более темно еще было. Дождь идет. Видимо, пока торопиться не надо. Череповецкое масло и творог исчезают с прилавков магазинов. Кризис на молочном предприятии заставил городские власти подключиться к решению непростой ситуации. В одной из поездок в Москву я участвовал в переговорах с инвестором, который рассматривал возможность инвестирования средств в Череповецкий молокомбинат. Не только в цели его оздоровления, но и расширения объемов производимой продукции, расширения ассортимента и выхода на другие рынки. Несмотря на все трудности, неделя в Череповце завершилась событием радостным. Театральный фестиваль «Золотая маска» приехал в город Металлургов. Вчера на сцене Камерного театра с огромным успехом прошел детский спектакль «Каштанка» в исполнении актеров Екатеринбургского тюза. А уже на следующей неделе театралов Вологодчины ожидают легендарные «Шербурские зонтики». Об этом и не только расскажем уже в следующее воскресенье. Мы продолжим через пару минут. Пока реклама.